МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, люди просто дрались за контейнера. Ну, это приходили смс-ки, это рассказывали собственники. Контейнеры на местах от мусорного коллапса. Всего за ночь ни следа, но в деле о пропавших контейнерах появляются новые факты и действующие лица. Жалобы на холод в квартирах продолжают поступать, а сотрудники КТК на выезде пытаются доказать, что проблема не только в них. Сегодня вооружились целым набором приборов, замерили температуру на трубах и ответили на вопросы жителей и общественников. Отравляющих веществ пока не обнаружено. В Роспотребнадзоре озвучили результаты экспертизы, изъятых в праздники спиртосодержащих лосьонов. Общественники предлагают пересмотреть график уборки улиц по принципу нуждаемости. Сужение проезжей части некоторых улиц начало приводить к ДТП. 225 миллионов ущерба и уголовная статья за крушение цистерн в Нововятске. Спустя три года объявлено о завершении расследования громкого дела. О главных событиях среды 11 января расскажет информационный канал «Город» в студии Александр Тимшин. Здравствуйте. Контейнеры на местах от мусорного коллапса за ночь не следа, но в деле о пропавших контейнерах появляются новые подробности. Напомним, в новогодние праздники подрядчик по вывозу коммунальных отходов из-за больших долгов управляющей компанией вывез из дворов все контейнеры. В итоге половина города оказалась буквально завалена мусором. Проверками и запросами теперь занялась прокуратура, жилинспекция и Роспотребнадзор. А кроме них зампредправительства Константин Мищенко отправился в рейд с проверкой. К приезду большой делегации, естественно, были готовы, но не везде. Ксения Зиновьева продолжит. Не виданы случаи для всех кировских дворов. Для расчистки территории от снега на Подгорную-18 пригнали эвакуатор. Говорят, что дворники и техника всю ночь готовились к проверке. Очистить лестницы ото льда успели бы и за ночь, но не встречаясь же гостей без работающих дворников и спецтехники. Контейнеры для мусора тоже на месте. И подрядчик сегодня не спал. Все было прибрано до трех часов ночи. Судя по тому, как еще вчера вечером выглядела половина дворов в Кирове, такая быстрая уборка саху стоила недешево. Люди, техника, затраты на вывозку. С момента, когда он же отказался вывозить мусор и забрал свои контейнеры из дворов, прошло больше недели. Отходов накопилось несколько тонн. В этом доме не так критично было. В других домах люди просто дрались за контейнеры. Это приходили смс-ки, это рассказывали собственники. О долге в 24 миллиона рублей и возможности оставить жильцов без контейнеров управляющие компании предупреждали. Вот документ, который был выслан должникам за месяц до мусорного коллапса. Причем с конкретным описанием того, что произойдет, если долг будет неуплачен. Сегодня управляющая компания о прошлом вспоминать не хочет. Мировое соглашение и новый договор с САХом подписан. Долг будут выплачивать постепенно и со скидкой от подрядчика. Тариф на вывоз поднялся только на 3%. Собственниками, к сожалению, мы не согласовываем эти тарифы. Мы защищаем их интересы, чтобы у них в дальнейшем не было роста тарифа по содержанию. Здесь же подрядчик заявляет, что тариф не повышался. Управляющие компании всего лишь снизили бонус на вывоз мусора. Тариф не повышался ни на рубль, ни на копейку. У них была скидка достаточно большая. Но когда вам не платят в течение года, логично скидку убрать. Вот и все. На сегодняшний день им даже скидка сохранена. Погодите, там называют это повышением тарифов? Это не тариф. Тариф существует только на захоронение. Он как был, так и остался. Его никто не повышал, это запрещено законом. Скидка у них была 9%, на сегодняшний день им оставили 6%. Тариф на захоронение не изменился ни на копеек. Тариф на вывозку ТКО, допустим, грубо скажу, был 192 рубля, остался 195. Вот если это рост, то я не знаю. Решила ли управляющая компания за счет снижения скидки отыграться в квитанциях жильцов, а также откуда миллионные долги, если большинство людей платят за услуги, сейчас будут разбираться в правительстве и прокуратуре. Там же напомнят и про правила уборки дворов от снега. Ну классно, да, мы только что были на дом, на котором предупредили, да, что приедем. И теперь мы приехали на дом, на котором не предупреждали. Здесь никогда не ступала нога ни человека, ни лопаты, ни трактора. На Сормовской, 48, членов правительства действительно не ждали. Мусорные баки на месте, а вот дворника ни одного. Сразу видно, что здесь постояла машина. Эту машину просто убрали. Вот сейчас ее нет. Ну, нужно... И есть время, когда она здесь не стоит. Идет снег, припорошен, нет ни одного дворника. Давайте так. Правила уборки территории гласят о том, что мы должны в зимний период подготовить проезжую часть. Вот именно проезды и плюс подходы к подъезду. Мы не договоримся с вами никогда. Еще раз вам говорю, есть правила уборки территории от снега. Все, точка. Мы работаем в этом направлении. Все, понятно. Трактор, расчищающий двор, появился неожиданно. Но управляющую компанию он уже не спасет. От гендиректора потребовали предоставить все соглашения, договоры и цифры. Вплоть до списка дворников, которые работают по расчистке. Как выразился министр ЖКХ, в ближайшие дни руководителям всех управляющих компаний города лично напомнит об их обязанностях. Похоже, что мусорные войны в Кирове закончились. Там, где еще вчера вечером лежали горы мусора и пакетов, сегодня утром чисто и стоят в контейнере. Но в правительстве пообещали, что такие выходки без последствий не останутся. Несколько самых крупных управляющих компаний города в ближайшее время могут остаться без лицензии. Ксения Зиновьева, Никита Рябинков. Информационный канал «Город». Жалобы на холод в квартирах продолжают поступать. Сотрудники КТК на выезде пытаются доказать, что проблема не только в них. Сегодня вооружились целым набором приборов, замерили температуру на трубах и ответили на вопросы жителей и общественников. Последний, например, предположили после встречи, что в новой холода ситуация повторится. Если было какое-то излучение, вот как окно, была бы такая полоса, например, яркая. То есть он равномерный. В принципе, теплопотеря у него минус 3,6. То есть разница всего в полтора градуса между деревянным окном и новым пластиком. Приглашенным журналистам и общественникам специалисты КТК показали, что теперь горячая вода, по крайней мере, в дом на Ленина 20, ими поставляется с нормальной температурой. Это чуть больше 110 градусов. Напомним, во время холодов на ТЭЦ-4 вышел из строя один из котлов. В итоге мерзли в собственных квартирах тысячи кировчан. Дефект, говорят, устранен. Но и теперь, пока идет до батареи, вода остывает до 50 градусов. А это уже упрек в сторону управляющих компаний. Между тем, жалобы на холодные батареи продолжают поступать. Сегодня приходят сообщения и о том, что проблема еще не полностью решена в некоторых детских садах и школах. К примеру, в 47-й уроки сокращены до 30 минут. По мнению членов общественной палаты, сказать, что проблема с отоплением города Кирова полностью решена, нельзя. Большой, два бойлера, но нет насоса. В данном микрорайоне точная застройка развивается. Это показывает улица Казанская, это показывает улица Ленина, где мы сейчас с вами можем выйти посмотреть, дом строится. Во дворах тут немало домов настроили. И этим всем, вот этот комплекс вот этих проблем, он сказался на этом доме. Я вот считаю, что было бы сейчас опять будут морозы, там минус 35 опять будет, да, и дом-то так же он будет замерзать. Кстати, более предметно возникшие отопительные проблемы Кирова, общественники и специалисты КТК договорились обсудить в четверг. Между тем, проверку в данный момент проводит также областная прокуратура и областное правительство. Отравляющих веществ пока не обнаружено. В Роспотребнадзоре озвучили результаты экспертизы, изъятых в празднике спиртосодержащих лосьонов. Напомню, с 26 декабря главный санитарный врач России ввел запрет на продажу непищевого алкоголя. А кировские специалисты проверяют, как эти меры соблюдаются. Сотрудники проверили больше 80 торговых точек. В результате было изъято больше 400 литров, запрещенных к продаже средств двойного применения. Это почти 5000 бутылок. Содержимое было отправлено на экспертизу. Специалисты отчитались, что исследовать успели 49 проб. Все показатели, в том числе и содержание метилового спирта, в пределах нормы. Запрет нужно добавить все еще в силе. Непищевые спиртовые продукты нельзя продавать предварительно до 25 января. Общественники предлагают пересмотреть график городской администрации по уборке улиц по принципу нуждаемости. Сужение проезжей части на некоторых улиц Кирова уже приводит к массовым ДТП. Подробнее об этой и других новостях далее. Эфир продолжит рубрика короткой строкой. Группа контроля за зимним содержанием требует изменить график уборки улиц от снега. Большинство второстепенных улиц существенно сузились. Ширина проезжей части, например, на улице Герцена, на участке Токтябрского проспекта до Горького, едва достигает 4 метров. За сутки здесь произошло 4 аварии. Встречные автомобили просто не могли разъехаться. Также сложная ситуация на улицах Спаска, Роза-Люксембург, Верхосунская и других. Общественники призывают кировчан сообщать им о самых проблемных участках. Нарушения на 7 миллионов рублей обнаружены в работе областного предприятия обслуживания медицинского транспорта. Проверку провели специалисты контрольно-счетной палаты с 2014 до 2015 года. Выявлено неэффективное использование денег и грубое нарушение в бухгалтерской отчетности. В итоге принято решение о ликвидации предприятия к 1 мая. 2 миллиона рублей готовы выделить городские власти из бюджета на содержание трех фонтанов. Информация появилась на сайте госзакупок. В документе идет речь о сооружениях на Театральной площади, в Парке Победы и в сквере 60-летия СССР. Фонтаны должны работать с 1 мая до 1 октября. Оценить работу органов местного самоуправления власти предложили через интернет. В очередной раз на сайтах местных администраций появились ссылки на опросы. Жителям области предлагают оценить уровень обслуживания дорог, коммунальных услуг и транспорта. Итоги этих опросов могут подвести только в следующем году. Смотрите во второй части нашего выпуска после короткой рекламы. 225 миллионов ущерба и уголовная статья за крушение цистерн в Нововятске. Спустя три года объявлено о завершении расследования громкого дела. Точка в деле о полицейской взятке – автовышка, пострадавшая от рук пьяного бесправника. Самые резонансные происшествия в специальной рубрике. Поможем встретить любовь и сбросить лишний вес. Первый городской канал объявляет новый набор участников сразу двух проектов – «В активном поиске» и «Похуделла». Эти и другие новости уже через несколько минут. В эфире информационный канал «Город». Мы продолжаем. Спустя три года после аварии закончилось расследование схода поезда с рельсов в Нововятске. Вину вменяют трем работникам железной дороги. Напомним, в феврале 2014 года на Горбатом переезде под откос отправились 34 вагона с ожиженным газовым концентратом. Ущерб от катастрофы оценивается в 225 миллионов рублей. Столь долгий срок расследования следователи объясняют большими объемами работы. Допрошено 350 человек. Более 130 из них признаны потерпевшими. В основном это владельцы гаражей. Сообщается, что авария произошла по причине излома рельсов на стыке. Колеса одного из вагонов сошли с путей во время его прохождения. Виноваты в этом, по версии следствия, трое работников железной дороги. Сход поезда произошел из-за отсутствия надлежащего контроля за состоянием железнодорожного полотна со стороны обвиняемых железнодорожников. В следствии чего и произошел вышеуказанный излом рельса. Железнодорожникам уже предъявлено обвинение за нарушение правил безопасности на путях. Говорится, что все трое были уволены еще во время следствия. Каждому грозит до двух лет лишения свободы. Кроме того, 200 миллионный ущерб. Объем дела превышает 60 томов. Уже совсем скоро его рассмотрением займется суд. В Верхнекамском районе вынесли приговор заместителю начальника уголовного розыска местного отдела полиции 43-летнего Сергея Двоеглазова поймали на взятки в 26 тысяч рублей. Все подробности в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. Сергея Двоеглазова поймали с поличной после передачи денег. Известно, что предприниматель из города Кир занимался деревообработкой и дал деньги полицейскому якобы за так называемую крышу. По версии следствия, вечером 20 октября 43-летний сотрудник полиции ОМВД по Верхнекамскому району получил от жителя города Кирс денежное средство в сумме 26 тысяч рублей в качестве взятки за общее попустительство по службе. В итоге суд назначил полицейскому наказание в виде штрафа в 150 тысяч рублей и лишил его права занимать должности в органах госвласти. Приговор не вступил в законную силу. Пустился во все тяжкие. После разлуки с девушкой водитель Нивы, которого сотрудники ДПС задержали на улице Горького. Молодого человека бросила дама сердце. Он с горя изрядно выпил, угнал у отца машину и врезался в автовышку ЗИЛ. Вторым участником ДТП мог стать водитель Опеля, но он ушел от столкновения. Лихач хотел было скрыться с места аварии, однако водитель Опеля оказался инспектором ДПС, который на выходном дне ехал домой. Он задержал виновника аварии и вызвал на подмогу сослуживцев. А что сели-то, зачем? Можно такси? Я не знаю, что, презерватив я такой. Что сел? Сел, поехал, что? Дальше что? Ну понятно, а все-таки как ДТП? То есть кто-то помешал? Нет, нет, зачем? Занесло, въехал, что? Пьяный? Ездить не умеем, въехал, все. Старший большой? Нету, никакого вообще. А вообще права есть? Нету. Серьезно? Теперь за вождение в пьяном виде и без прав. Алексею грозит арест от 10 до 15 суток. Перед судом молодой человек решил обратиться ко всем водителям Кирова. Только когда-то не ездите пьяные и не завершайте ДТП. На улице Ленина водитель белой Хонды не вписался в поворот и перекрыл дорогу. Такого маневра водитель встречной лады не ожидал. Мужчина нажал на тормоз, но было поздно. Автомобиль начал скользить, но до провокатора не докатился. По пути врезался в Шкоду. В итоге от необдуманного маневра водителя Хонды пострадали сразу два автомобиля. Сама Хонда не пострадала. Поможем встретить любовь и сбросить лишний вес. Первый городской канал объявляет новый набор участников сразу двух проектов. В активном поиске и похуделло. Старт второго сезона программы «Соединяющие сердца» запланирован в феврале. Администраторы проекта уже объявили об отборе участников. Реальный шанс найти свою любовь появился у тех, кто не решился принять участие в первом сезоне. Если вы до сих пор переживаете от неразделенной любви или ваше знакомство заканчивается первым свиданием, а ходить по клубам и кафе в поисках своего человека некогда, в активном поиске – то, что нужно именно вам. Оставить заявку на участие можно в официальной группе проекта ВКонтакте или позвонить по телефону 44 66 87. Шансы изменить свой статус есть у каждого. Сейчас в нашей группе ВКонтакте очень много заявок. В основном заявки – это прекрасные половины человечества, поэтому сейчас мы очень ждем мужскую аудиторию. Тем более, что девушки у нас все красивые, пишут молодые, перспективные. Ждем мужчин. В феврале Первый городской канал также устраивает кастинг на третий сезон проекта «Похуделло». В прошлом году с помощью программы участники сбросили больше 300 килограммов. Шанс стать стройнее появился снова, а времени и месте кастинга станет известно на днях. Следите за анонсами в социальных сетях и в эфире Первого городского канала. И в конце выпуска о прогнозе погоды на завтра с ним вас познакомит Алена Матвеева. Снегопад в этот день сулит дождливое лето. Вороны садятся на нижние ветки деревьев к сильному ветру. А ясное небо днем предвещает потепление. Так гласят народные приметы. А я расскажу вам о погоде на завтра. 12 января в Кирове ожидается пасмурная погода без осадков. Днем минус 5, ночью минус 9 градусов. Ветер южный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Удачного вам четверга! Такой была эта среда, 11 января. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 54-18-19. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в городе!